У меня вопрос, все ли пробовали дорешать задачку, которую мы вчера начали, потому что она полезная достаточно. Пробовали, и как результаты? Да, мы доходили до какой-то момент, с какого количества расчетов, путались на 2 часа. И сам принцип понятия, тяжело считать. Ну, то есть, имеется в виду решать систему уравнений, коэффициентики выискивать. Искать именно коэффициенты, да? Да, именно коэффициенты. А, хорошо. Но, по крайней мере, энергетический спектр вы нашли? Да. А, ну все, тогда замечательно. Это хорошо. Ну, а считать коэффициенты – это чисто техническая работа. То есть, там, просто решать линейные уравнения, решать систему линейных уравнений. Как-то, я сам не особо фанат делать это руками, так что. Хорошо. У нас лекция шестая. Ой. У нас лекция шестая. Сегодня мы будем рассматривать две очень важные задачи. Очень важные задачи. Первая – это частичка в периодичном потенциале. А вторая – это квантовый гармонический осциллятор. Ну, начнем с первой задачи. Это частичка в периодическом потенциале. Потенциал нашей системы выглядит следующим образом. Так. Сейчас. Здесь мы подпишем V. Если вы, кстати, даже не против, я могу показать, как эта картинка выглядит. Я данную задачу в одному спецкурсу подробно расписал в прошлом, ну, в этом семестре. Вот. Я могу показать, как выглядит этот потенциал на картинке, откуда я буду, откуда я, собственно, на которую я буду ссылаться. Потенциал выглядит таким образом. Я почему привел эту штуку? Потому что здесь будет, ну, здесь у меня картинки с решениями есть, которые можно показать. Вот. Потенциал выглядит следующим образом. Вот. Перерисовывать мне его лень. Хотя, ладно, еще уже. Давайте перерисуем. Почему перерисуем? Потому что надо понять, как мы разместим. Если что, да, то, что они криво стоят – это не особенности потенциала. Это особенности моих рук. Можно вроде, если зажимать шифт. Да, я шифтом делаю, просто я отпускаю сначала шифт, а потом мышку все время с разницей где-то в доле секунды. И поэтому они искривляются в самый конец. Я понял. Там, получается, просто будет периодичность, начиная с какого-то значения. Да, 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 потенциал можно записать, да, таким образом. У нас это ноль при x принадлежит от какого-то bn до bn плюса. Это ноль. Это ноль. И это какой-то v0, когда x принадлежит от некого an до b. Сейчас все правильно будет. До bn. Нет, нет, не правда. Так, подожди. У нас же, начиная с какого-то значения будет периодичность, и она будет заканчиваться где-то, а потом будет постоянное значение. Правильно? Сейчас. Нет, сначала мы рассматриваем пока что бесконечный периодический потенциал. А, бесконечный периодический. Хорошо. Да. Так, это у нас получается от a до an. Так вот, плюс 1. Откуда у нас вообще a здесь, если a это типа должен быть периодный, нет? В каком смысле? Ну, у нас вперед это b. bn плюс a. Да. То есть это не bn плюс a, а bn. bn умножить на n плюс a. Так, нет, давайте это запишу более-менее по-другому. От bn плюс a, то bn плюс 1. Так. У нас такой потенциал. Сейчас я вроде все правильно записал, окей. Так, ну, в общем, он выглядит таким образом, если рисовать какую-то более кривую картинку. Хорошо. Теперь рассмотрим некий оператор, который мы назовем оператор трансляции. И обозначим его как некое, ну, t пока что в общем случае l. И его действие на волновые функции именно определяется следующим образом. Это просто определение данного оператора. что это psi от x плюс l. Ну, вообще на любую какую-то функцию. Кстати, забавный факт, забавный, бесполезный факт, что чтобы определить так, это действие оператора на волновые функции, нам нужно определить действие оператора на собственные вектора координации таким образом. Ну, в общем, я думаю, что это не особо полезно, поэтому я это сотру. Ну, по крайней мере, я не вижу в этом сейчас смысла. Мы работаем пока что в представлении волновых функций, потому что нам сейчас это удобно. Вот. Хорошо. Давайте рассмотрим конкретно оператор tb, который делает трансляцию на на некое число b. Ну, наперед, по факту, наперед на нашего потенциала. Ну, тогда, тогда очень легко получить следующее. То есть это, в принципе, очевидный факт, просто исходя из вида нашего потенциала v от x. Что наш... Почему этот коммутатор равен? Какого есть предположения, чему равен коммутатор гамминтониана с оператором трансляции? Наперед, b. Можно даже не расписывая, просто посмотреть на форму нашего потенциала. Влад, Леша, Даша, Кирилл. Ну, если мы берем периодичную функцию с периодом b, то 0. Да, правильно. Они коммутируют. Если они коммутируют, то что значит? Ну, а у нас какой потенциал? Ну, просто, окей, у нас такой потенциал, но... Ну, не всегда, конечно, не всегда оно коммутирует, но в нашем случае, в случае периодического потенциала, оно коммутирует. Ну, окей, окей, да. Тут ты согласен, да? Да, я тут согласен. Хорошо, но если они коммутируют, то у них есть что общее? Ну, что есть общее у двух коммутирующих операторов? Ну, не Эрмитовых, даже не Эрмитовых. У нас есть два коммутирующих оператора, у них есть набор общих чего-то там. А, ну, там властных факторов. Так, да, именно так. Вот, хорошо. Значит, у них есть одинаковый набор собственных функций. Значит, будем искать, что это... Значит, у нас есть собственные функции Гамильтониана. Вот hps от x равно eps от x. Ну, и, соответственно, у нас есть вот это наше tb. Именно tb, это важно. Пси от x. У него есть какие-то собственные, ну, тоже собственные функции. Ну, хорошо, давайте будем искать собственные значения и собственные функции. Подействуем на наше выражение слева еще одним оператором tb. Ну, очевидно, что tb на tb на ψ от x – это будет ψ от x плюс 2b. Мы просто два раза подействовали оператором трансляции на нашу волновую функцию. Окей. Значит, у нас есть свойства у оператора собственных... Ну, и этот, значит, вот наше tb, tb, можно обозначить как некий новый оператор t2b, который, ну, как ни странно, он тоже коммутирует с оператором Гамильтона. Можно вопрос? А мы можем сказать, почему после двух действий оператора мы все равно можем сказать, что у нас tb, 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 tb. Т tout. Подействуем на ψ от x, получим чуть joy. Ну, это так. Да. Ну, и это то же самое, что дважды подействовать. Да, это будет то же самое, что дважды подействовать. Соответственно, у нас есть такое свойство собственных значений, что tb на tb равно t2b. У нас есть такое, собственно... Да, такой вопрос. Но вот это же t наше маленькое, это же собственное число. Да, да, это собственное число. Ну, исходя из того, что t2b тоже коммутирует с гамильтонианом, у него тоже есть собственный набор функций одинаковых наборов. Да, и, соответственно, мы просто подействовали два раза на собственную функцию оператора tb. и получили tb на tb равно t2b. Это свойство, это свойство собственных значений оператора трансляции. Ну, вопрос для каких вообще... Как мы можем представить такое число в форме чего, чтобы такое свойство выполнялось? Что первое на ум у вас приходит, как можно вот это записать? То есть, то, что tb в квадрате... Кстати, такой еще вопрос. Вот мы же говорили, что у нас будут общие собственные вектора у двух коммутирующих операторов, но не обязательно общие собственные числа. Но это так только если мы работаем типа в системе простых... в простой системе, получается. Правильно можно называть? Так, ну подожди, про общие собственные... Ну, конечно, у нас общие собственные значения оператора, например, Гамильтона и оператора tb, ну, трансляции, они не совпадают. Ну, это понятное дело, потому что два разных физических оператора. Но мы ввели один оператор t2b и ввели оператор tb. У них есть, конечно же, разные собственные значения, которые не совпадают, но мы получили для них такое свойство. Просто это мы получили в лоб. Если непонятно, как мы это получили, я могу это получить. Не-не, это понятно, как получать. Я имею в виду, что у нас у h и у t2b не обязательно будут одинаковые собственные числа. Да, ну, конечно, конечно, будут одинаковые собственные функции. Что обозначили? Ну, здесь мы обозначили, что одинаковые будут. Видишь, мы подействовали h на psi от x равняется t psi от x, и tb на tb это msi от x равняется t на psi от x. Ага, это мой почерк, подождите. Это мой почерк. Е, Т. Это Т, это буква Т, а это буква Е. А, то сверху буква Е. А, все, хорошо. Все, не, ну, конечно, не может быть. Это же два разных оператора. Ну, понятное дело, что это энергия. Вот, ну, в общем, что первое приходит на ум, для которого выполняется какое-то... Для каких чисел или в какой форме мы можем представить число, для которого будет выполняться следующее равенство? Ну, окей, вот есть у нас... Как мы можем представить тогда собственное значение? В какой форме? Ну, а на а равно... А, ну, здесь tb на tb равно t2b. Ну, это же разное все. Тb и t2b, это же разное все-таки у нас такие-то значения. То есть, получается, tb квадратное... Ну, власне, власне, власне значения tb нас не цікавлять. Нас цікавлять тільки власні вектори, ну, тобто власні функции. Ну, сейчас как раз ищут, и нам интересуют собственные значения тоже. Вот это, как сейчас нам это интересует. Ну, я не впевнен, чому, потому что можно сразу подивиться, чим будут наши функции. В принципе, да. Наши функции будут... Ну, вот, каждую из них можно задать так. Мы выбираем будь-який, будь-який відрізок від, ну, довжиною b. А, ну, там же они мають бути... Ну, короче, якщо там не враховувати, що вона має бути неперервана, то ми можемо побудувати на цьому відрізку будь-яку функцию, а потім її продовжити на всі інші таким чином, що, ну, от, як же мы выберемо власне значение кисть те, що у нас... Ну, ось ось ця штука виконується, що... Ось ось ця. Тільки там два ТБ, а навіщо нам два раза ТБ? Я сейчас це пишу для того, щоб ми знайшли вид собственних значень оператора трансляції. І я утваждаю, що цей вид в обшому виді можна записати в виде експонента, де альфа – це любоє комплексне число. Ось альфа-б, точніше. Тисть альфа-б. Ну, для експонента таке свойство виконується. А чому інших немає? Ну, не знаю. Вопрос, я, мож, пропустила, але коли ми успіли перейти от оператора ТБ до Т маленької, що це? Т маленькая – це собістне значення. А я стверджую, что у нас, если мы возьмем функцию, выбираем какие-то числа t комплексные. И вот скажем, что у нас... Я буду... Я зараз на графику перепущу, что у меня т дейсне. И вот я, например, возьму промежок від 0 до b. Тут выберу будь-якое значение. Значит, там, все. И побудую будь-яку функцию, только так, чтобы тут было tc. И продолжу эту функцию соответственно до равности tbc. tbc. Да, можно так. Если я продолжу ее на всю комплексную площадку таким же образом... Только там некомплексно. Да, на всю дейсну. Зачем усложнять? Можно же просто взять какую-то функцию t от x и рассматривать значения их в b и в 2b. Но точно так же строить, как ты. Ну, у нас же ж tb и... Ну, tb это, типа, формально какая-то функция t от b, мы говорим. Ну, этот коэффициент можно представить в виде какой-то функции t от b. То есть оно же принимает... Стоп, у нас уже b выбрано, у нас уже навіть... У нас b выбрано. b, если считать неопределенным, ну, типа, b это у нас период. То есть t у нас будет коэффициентом каким-то, который в любом случае зависит от периода. То есть t можно считать какой-то функцией формально. То есть это коэффициент, но это функция от b, если я не ошибаюсь. Мы рассматриваем... Да, можно так и... Ну, если мы говорим про общий вид, типа, оператора трансляции, то да, у него собственные значения будут какие-то t, l, d, l у нас разные. И для этих собственных значений будет пополняться следующее, что t, b на какое-то t, а это будет t, a плюс b. Ну, это если мы найдем такую систему вообще. Ну, то есть, условно говоря, t, а как бы... Функция, типа, от a на t, множенная на t как функция от b, типа, равняется t от а плюс b. У нас может быть не однее значение. Да, но я согласен с Лешей. У нас не одна... Ну, то есть, не только экспоненты подходят на эту роль. То есть, если просто рассматривать функцию, для которой... Ну, это как функциональное уравнение получается. Типа, мы... Ну, в математике, по-моему, такие штуки называют функциональное уравнение. То есть, у нас есть просто какая-то функция, вот f от x такая, что для нее выполняется, что f... Сейчас, сейчас даже так вот. Типа, для любых a, b выполняется f от a на f от b равняется f от a плюс b. Хорошо, хорошо. Давай так. Кроме этого, кроме этого, у нас есть еще условия нормировки. Давай так. Давай напишем еще условия нормировки. То, что у нас есть t, модуль t, psi от x в квадрате dx, это равно единичка, что накладывает у нас еще одно ограничение, что модуль tb в квадрате это один. Ну да, да, тогда да, тогда я сгоден. Причем, более того, это не просто какая-то экспонента, это еще и это все можно записать в таком виде. Но на вечном взагалі b у нас там мы сейчас b мы вплетаем, потому что у нас вперед b. Потому что именно tb коммутирует. Если у нас будь-якое tb, якое отвечает tb до рівня е в степени амфа b подходить, то какой смысл этого b, если у нас будь-якое число с модулем 1 подъедет? Нет, мы про b говорим, мы просто рассматриваем, да, мы про собственные значения, да, это так, но сейчас мы говорим, просто смотри, да, число, во-первых, с модулем 1, во-вторых, с таким свойством. Во-первых, число по модулю 1, во-вторых, чтобы такое свойство у нас выполнялось, tb квадрат равно t от 2b. Поэтому мы должны вплести здесь в экспонент еще и b. Ну, если тут, ну, короче говоря, просто тогда получается у нас должно выполняться, что модуль от e в степени альфа 2 альфа b, модуль от e в степени 2 альфа b, правильно? Или даже нет, модуль от e в степени альфа b в квадрате равно единичке. Но это же типа, не знаю, это значит, что у нас оно какое-то комплексное должно быть. Да, это так. Значит, оно комплексное и его можно записать в таком виде. В виде i, какое-то k, на b. Так у нас, у нас, у нас же багато чисел таких, может быть. Но в любом случае это модуль равен единице, раз, два, это вот такое условие, это будет экспонентно. А как мы их связываем, если у них много одних и много других может быть? Что это значит? Я не понимаю, что это значит. Окей, у нас есть властные числа оператора tb, у нас есть властные числа оператора t2b. То есть, мы говорим, что, если у нас есть число tb, то у нас есть число оператора t2b, tb в квадрате. Ну окей. Только навещи нам далі представлять их як экспоненту, якщо можна просто сказати, що це будуть числа для кожного. Ну, тобто, мы знаемо... Не, подожди, давай еще раз. Давай с самого начала. Окей, у нас есть собственное значение оператора трансляции tb. У нас есть собственное значение оператора трансляции t2b. Вот, мы... Факт, они имеют одинаковые собственные функции. Раз. Два. Для их собственных значений выполняется следующее свойство. Два. Три. У нас норма, норма... Из условия номеровки вытекает следующее, что tb квадрат равно единице. То есть модуль, модуль, модуль tb квадрат, модуль tb квадрат равно модулю t2b квадрат. Ну, любому числу. Это равно единице. И у нас есть условие, что tb на tb равно t2b. Все, что я хочу сейчас на данный момент сделать, это записать общий вид данного числа. И все. То есть как его можно представить? Как можно представить собственное значение? Это число с модулем 1, для которого выполняется такое такое свойство. И данное число можно записать в виде экспонента. Только навещаем нам b в экспоненте. У нас же... Ну, а как мы... Хорошо. Если у нас не будет b в экспоненте, как у нас будут выполняться свойства? t... Не, ну, хорошо. Это просто... Если b там не будет, это тогда просто мы будем иметь какое-то тривиальное просто умножение на число. Логично. Ну, так... А какие смысл? Ой. Нам же просто надо умножену указать. Нашу нам параметризовать и b. Мы можем и просто указать. Антон, а может найдем лучше сначала оператор трансляции, как он видит, потом собственное число найдем. Ну, можно и так, в принципе. Ага. Хорошо. Давайте... Да, окей. Тогда имеет смысл... Давайте посмотрим... Скажем так, не найдем, а просто я, наверное, покажу, что оператор трансляции выглядит следующим образом. В степени... На какое-то b. Или же его можно записать через оператор импульса, как минус... Сейчас и на h... b... Здесь b. Наверное, с плюсом. С плюсом. Сейчас... Так, минус... А, ага, да. С плюсом. Вот. Вопрос, почему это так? Давайте это... То есть это tb равняется e в степени b d под x. Да. Да, давайте это докажем, что он выглядит именно так. Прикольно. Как это доказать, да? Да, ну, можно просто подействовать этим оператором. Вот, b d под x на какой-то f от f от x. Давайте кто-то это сделает сейчас. На f от... Ну, на какую-то все от x, типа, да? Да, на какой-то... Ну, просто я записал... Да, я просто записал какую-то функцию в виде f от x. Давайте кто-то это сделает. А, ну, эта функция f еще бесконечно дифференцирована. Да, да, да. Эта функция еще, ну, бесконечно дифференцирована. А мы можем, типа... Ну, я не знаю, тут можно два способа. Или расписать e в степени b d под x, или f от x загнать под логарифм. То есть, типа, расписать f от x как e в степени lm. Нет, лучше первое. Лучше первое? Лучше экспоненту? Ну, хорошо. Ну, если расписать экспоненту, то да, это будет, типа, b. А, один сначала. Типа, один плюс b d под x плюс одна вторая, там, b квадрат, d квадрат, dx квадрат. Так. Плюс там один на три факториал, да. b куб. Давай на это смотреть, что это такое. Ну, да-да-да, я просто... Ну, понятно, я бесконечно расписывать не могу. То есть, это всю штуку, и мы им действуем на f от x. Да, что это такое? Ну, это получается f от x плюс одна вторая, b квадрат, d квадрат, dx квадрат и так далее. Интересно. Ну, это похоже на... Кстати, не знаю, на какой-то ряд Тейлора для... Да-да-да-да-да. Для этой... Ряд Тейлора для... Ну, хорошо, как показать, что это вот ряд Тейлора, то есть, и что это развожение функции... Ну, потому что у нас, потому что у нас, типа, здесь встречается один делит на n факториал и n-тое производное от x, и потом... Ага. Да, и потом на вот этот b в кубе только еще почему-то. То есть, там не хватает, типа, x минус... Типа... А, ну, здесь мы, кстати, в нуле рассматриваем, да? Не-не-не, здесь мы рассматриваем в какой-то точке x. То есть... Давай так, окей, давай рассмотрим развожение в ряд сейчас. Вот такая функция f от x плюс y. Еще мы будем раскладывать ее по y в точке y равно нулю. В точке y равно нулю. Ага, так, да? Да. Ну, вот развожи эту функцию в ряд. В точке y равно нулю. Да, у нас x от x и y, они не зависят друг от друга. Это тоже очень важно. Сумма будет, типа, f n от... Если в y равно нулю, то это от x. Скажи, да, по какой координате сейчас берется производная? По y, да. Да, fn по y от x по m факториал, и тут, типа, в y равно нулю, то есть, по идее, x. Нет, почему откуда? Просто y. Просто y? Ну да. Ну, по определению ряда Тевера, почему откуда там x? Это просто y минус 0. А, правильно, да, 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 да. Окей, согласен. Все, тогда y. Но это еще нет, и последний штрих, последний штрих. Это в ntc. Да, и еще, но у нас здесь производная по y. Да, да, да. Теперь вопрос, распиши df по dx от x плюс y. Распиши через производную по y. df от x плюс y по dx, да, типа? Да, да, ну вот распиши это. А, ну, получается d производная от сложной функции. Да, да, df по dx плюс y типа? Не, не, сразу через производную по y пиши. То есть, допустим, df по dy на dy на ok, ok, dy на получается dx под y, а второе это, типа, плюс просто плюс просто df под y. Правильно? Сейчас, вот, скорее, скорее так. Не, ладно, 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 хорошо, давай, давайте, ты был прав, ты был все прав, ты был прав, sorry, я немножко, это я был не прав. Возьми производную вот так. Все, это я что-то сейчас вступлю. d от x плюс сейчас на dx плюс y на dx. Ну, да, так это ж... Да, это у нас единичка. А здесь, если мы положим какую-то величину константы, а какую-то величину мы положим, от которой эта функция зависит, вот, если одна, допустим, у нас x константа, а от y она зависит, тогда у нас dx просто исчезнет, а y останется и наоборот. То есть, у нас здесь... Это можно записать как df от x плюс y поделить производное по y. Но это только если мы считаем... Не, но здесь же мы наоборот, мы берем производную по x, значит, мы считаем y констант. Да, ну, а если мы будем считать x константой, а y... если мы будем считать... сейчас... сейчас... я сбился, секунду. Если мы будем считать y константой, а x не константой, тогда эта производная будет давать нам dx под y. Наоборот, точнее. Я сейчас уже запутался сам. В общем, суть в том, что разница здесь, разница в том, по какой переменной мы берем производную, в таком ключе она не играет вообще никакой. Я... Просто можно сразу расписать, мы же, когда... Если у нас есть функции каких-то a, b, каждый из которых является там типа функцией x, y, то у нас типа производная df по там dx будет как... Так, что-то вас куда-то несет. Я просто объясню, почему это это ряд теора. Ага. Ну, ну, вроде бы верится. Ну, верится, просто оно же как бы тут производное по x, мы раскладываем точке, ну, то есть, да, но функция одной переменной как бы. То есть, вот это df по x плюс y по dx это то же самое, что df по x плюс y по dy? Да. И то же самое, что df по dx плюс y. А, в общем, это в общем, это ряд тейлора от f от x плюс b. и с другой стороны это можно посмотреть, что это оператор трансляции действующий на f. Вот, и поэтому в общем доказали, что t представляется как экспонент. Да, я как раз просто объяснял, почему это ряд тейлора. пытаюсь, потому что, ну, то есть, у нас же тут какие-то константы стоят вместо x, то есть, оно не выглядит никак привычно ряд тейлора. Ну, если я... ну, как ряд тейлора, ну, только там в окрестности точки x. Да, да. Ну, вот я об этом уже говорил, что, типа, что это можно представить как ряд тейлора, но здесь просто не хватает, вот, здесь не хватает x в этой степени, просто для того, чтобы мы... точнее... Ну, там будет x плюс b минус x в этой степени. Да, вот что-то такое. Будет получаться b. x плюс... точнее, x плюс b минус... А, правильно, да, так отлично. О, да, спасибо. Да, тогда это будет вот такого рода ряд тейлора, потому что тут у нас же, типа, f вот. ну да, потому что мы же берем f от x плюс b минус... минус x, да? Потому что x – это точка, в которую мы раскладываем. А чем мы берем тогда там f от x плюс b? Почему мы берем именно f от x плюс b? Это если бы у нас была что-то, ну, типа, функция от b, а не от x. Ну, ладно, короче. Сам факт развожения больше-то имеется в виду, что это, типа, f от... А, b, это второй перемены, как у нас. Да, мы раскладываем в точке x. Вот это то, что я сейчас пытался показать здесь, это то, что мы раскладываем это как бы в точке x. у, 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 это, 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 вот, вот, с таким, когда впервые сталкиваешься, ну, меня лично, это немножко сбило с толку. Потому что, как это мы раскладываем, у нас есть функция от x, и мы раскладываем эту функцию от x в точке x, если у нас эта функция от переменной x. Поэтому тут надо ее рассмотреть, как функция от b, которая у нас является константой, ее уже разложить в точке x, и тогда мы будем получать такое разложение ряда тейла. Есть проблема, есть проблема одна. Там у нас должна была бы быть производная по b, а тут производная. Да, вот я сейчас и показывал, что эти производные, они, в принципе, что разницы здесь никакой нет при записи производной по x и по b, если мы перекидываем зависимость функции от одной переменной, а другой ее считаем константой, и наоборот. Ну, хорошо, но вот в это я, это правда? Хорошо, я согласен. А вот здесь, ну, типа, если у нас представляется, как функция, в общем виде, это будет какая-то типа f от a от xy, да, то у нас df под x будет же расписываться, как, типа, df по dA на dA под x, собственно. и почему мы можем утверждать, что это то же самое, что... Оно не то же самое, в рамках, если оно... В общем, что, да, это формально, это не так, это не то, что я хотел сказать. То, что я хотел сказать, что нам, то, что пытался показать, то, что мы раскладываем сейчас. Сейчас, да, конечно, у нас есть функция, функция от xа какая-то, и она равна, ну, просто функция от x плюс b. Ну, просто... Она зависит от xа, b это какая-то просто константа. у нас есть функция от b, произвести от b. И x какая-то константа. И x какая-то константа. Вот в таком ключе, если мы берем производную по df, по dx, то в том ряде Taylor'е ее можно заменить на df, по dx, b. И ничего не поменяется. Вот что я пытался показать. Потому что, когда мы раскладываем этот ряд Taylor'a, мы по факту его раскладываем, ну, мы по факту его, вот эту функцию, раскладываем по y в точке x. По y в точке y равно 0. Или же, я просто не понимаю, как это можно математически, как это работает особо. Или же вот так же сказать, что мы раскладываем данный ряд Taylor x плюс b по x в точке x. То есть мы раскладываем по x в точке x. Как ни странно это бы не звучало. В таком ключе. Тогда мы будем действительно иметь e по tx, будем иметь потом b, d по dx. И так далее. Ладно, я потом подумаю, как это строго математически доказать. Но да, хорошо, я согласен, что типа и с симметричностью выражения внутри это. Ну, можно показать соотношение, что d по dx минус d по db, действующая на f от x плюс b, это 0. Равно 0? Да. Да, вот это уже лучше. Вот, и получится, что можно d по dx менять на d по db, где хочется. Действительно. Я думаю, я потом это сам проделаю, чтобы просто остальных не задерживаться. А навещо? У нас же там два рядка уже было написано, начебто. Он f от x плюс y было, и там оператор, и если мы заместим y просто b подставим, то к чему проблема? Если мы заместим b подставим, то там же тоже самое выходит. Нет, это понятно, Леша, тут не в этом вопрос. Тут вопрос в том, что типа df от x плюс y по dx доказать, что равно df от x плюс y по dy. Просто в целом, типа, если выяснили, а в чем тут проблема? Там же ж, ну, ты просто выписываешь, что это df. Ну, типа, доказать, что df от x плюс y по d от x плюс y можно представить как df от x плюс y по dx, так и df от x плюс y по dy. Ну, типа, да, я понимаю, что дифференциал от x плюс y будет принимать или значение dx, или значение dx, ну, типа, частный дифференциал, в зависимости от того, что мы из них считаем константой. Просто в любом случае... В чем прикол? В ряде Тейлора мы берем производную какой-то точке, какой-то любой переменной, а потом подставляем вместо этой переменной значение определенное в самом ряде Тейлора, и все. То есть, неважно, какое что там будет, x или b, а мы в любом случае возьмем по этой функции, по этой... Ну, у нас функция от одной переменной. Неважно, как мы эту переменную назовем, мы возьмем по ней производную, а потом вместо нее подставим какое-то значение. Это в ряде Тейлора. Так что тут можно это спокойно заменить в ряде Тейлора вообще. То есть, неважно, мы возьмем производную под x, возьмем под y производную, потом сюда в любом случае в функцию будет подставляться значение x. ну это просто определение ряда тейлора вот так да не надо строго математически что-то доказывать ну короче то есть это у нас просто идет f штрих f штрих в точке икс ноль навище все мы можем просто дифференциал функции вот и я и я так хотел типа строго сделать давай давай и потом уже потому что я уже долго да мы тут остановились короче говоря ладно здесь да здесь должно было бы быть типа fn по b но поскольку у нас fn по b равно fn по икс то получается звитки там fn ну нт производная должна была бы быть по b здесь но как бы чему вот тут здесь разницы никакой нет где-то там бэн и шо ну из того что мы берем частную производную по по иксу и тут надо поставить не y а b в науке и э и и и а ну тут стадо сотри типа тут тогда при каком-то то есть f от x плюс b получается должно быть просто это запишу один раз и все полностью f от x плюс b и мы раскладываем в виде ряда тейлора в точке x то есть просто в точке x равно x да да вот то есть x равно x и тут тогда должно быть f nt по x так а что мы делаем я просто пытаюсь показать что эта формула действительно правильно это просто вы значение ряда тейлора да да ну просто в точке x то то что мы раскладываем в точке x так в смысле у нас и так в точке x ну типа x за рівня x и так все не ну мы же зачастую раскладываем в какой-то точке x 0 а не в точке x о ужас вот да ну то есть вот тут вот только все таки мне кажется так все давайте да давайте мы это закончим все и придем на реквизию чекайте навещи нам взагалі там x внизу якщо у нас там f это функция одней зминой в ней похитна одна в ней один аргумент да да окей хорошо мы показали что оператора трансляции сам по себе можно представить в виде экспонента ну соответственно из его собственной функции вот собственные значения тоже будет экспонента поэтому мы ищем форму экспонента здесь давайте может запишем задачу на собственные числа такого оператора хорошо хорошо да давайте будем искать собственные значения я степене но какое-то собственное значение т ну все у нас тільки для аналитичных функций так я розумею да да конечно то есть нельзя вот придумывать такие разрывные функции которые 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 не будут которые будут периодичными но при этом они будут не 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 бесконечно дифференцируемы так у нас у нас у нас же физики аналитичные функции у нас же там ну мы сейчас работаем в квадрате мы сейчас работаем мы работаем с координатным представлением вот и если они будут аналитическими то интеграла здесь не будут выполняться с вами нормировки ну если с аналитическими не получится будем дальше думать то мы зараз шукаем у выгоди аналитичных функций ну да да пока не будем упоро ну вот там намекали что дэпо дэкс это что-то типа импульса а у импульса мы уже находили вроде собственное число и собственной функции ну там там получается да это было сейчас как мы там это расписали что это у нас е в степени и по аж редуцированная да на п и на б да и на ф вот так да да наверное я не знаю может креал написал б стоит написать перед п чтобы у нас не было производной действующей на константы ну типа что оператор не действует на ну помню что такое функция от оператора я давал давно мы определяем ее в терминах собственных значений у нас известно нас буквально и мы знаем собственные значения и собственные функции этого оператора уже исходя из того что мы знаем собственных функций оператора импульса и собственные значения ну помните у нас было такое определение f от а мы определяли оператор на пси это где пси это собственные значения оператора а мы определяли как f от лямбда и т до пси да то есть у нас буквально такой случай сейчас ну да но я не помню чтобы такое было но звучит логично ну это как это так мы определяем функции от оператора ну где пси это собственный вектор для а с собственным числом равным лямбда и да да это понятно то есть там типа пси и т тоже ну тогда мы просто получаем что наши собственные значения собственные ну да то есть собственные значения будут для вот этого оператора трансляции да у нас будут просто е в степени получается и b делить на аш редуцированное на собственное значение это ну здесь к какой-то просто и b на аш на к ну и не на п на п ну давайте пока на п ну потому что сейчас то есть наше собственное значение t b это будет какой-то е в степени е в степени и к и b и b на на аш вот что мы в принципе получили тут просто без записывания этого все в явном виде ну вот чего без аш а ну потому что у нас там стоит к а здесь мы это к обзовем п на аш а окей да 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 ну где п это типа собственно числа оператора да вот таким образом мы нашли а собственные функции это экспоненты ну такие же экспоненты как собственные функции оператора импульса можно еще раз можно еще раз боякась у нас тут дуже дуже дивно вышло ну окей звички у нас взагалі звички у нас взагалі ось ця штука взялась ну мы определяем так функцию от оператора ну это факт из линейной алгебры для диагонализуемых операторов окей функция від оператора так ну хорошо давай не но это просто можно доказать так если оператор можно диагонализовать то есть он является нормальным вот мы просто подставляем ну мы подставляем сюда спектральное развожение у нас получаются функции от собственных значений ну просто да да просто проблема в том что не все операторы можно диагонализовать но при этом определяем это тоже так ну я у нас функция чого у нас функция від якихось чисел чи чого там от матрицы ну от оператора окей ну вообще функция от оператора определяется рядом тейлора ну как ряд тейлора функция від оператора це як у нас от сялость экспонента да чи чого да да окей ну здесь что хотелось сказать что ну раз у нас вот этот оператор трансляции это есть степени оператор импульса на какую-то константу то значит собственные функции это те же самые что и для оператора импульса а дальше если взять одну такую собственную функцию подействовать этой экспонентой то что выкинется есть степени и б там на собственное число оператора импульса в общем за счет того что мы знаем собственные значения собственной функции оператора трансляции действия оператора трансляции тб собственную функцию от x а это есть какой-то и к с волной и к б на все от x ну я просто его так обозначил ну потому что там у нас будет к без стиль для решения окей я уже готовлюсь к этому это все от x плюс b окей это просто для того чтобы у нас был красивый вид оператора да это вот ну что именно чтобы у нас был красивый вид оператора ну то есть на вишенном выгляде экспоненты это все представлять у нас же кажется будика будика действенные константы что там у нас ну да ну так так ну я просто не навсегда вас не числа унитарной матрицы да да это будет а давайте это так далее уже давайте это покажем может это может это какие-то унитарная матрица это нормальная матрица значит у нее есть спектральное разложение можно разложить у по там равно единице да равно единиц это в принципе просто показать что это матрица нормальная вот вот лямбда и это разложение по ком-то базису который точно существует у кресту но сумма по лямбда и это сейчас бежим лямбда и это звездочка лямбда житая и это и это скажется держится 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 одно Сума полям даёт звёздочка, это лямда житое, прошу прощения, лямда житое, уже видно к чему это идёт? Да, напевно, можно это было по-иншому сделать, напевно, немножко красивейше. Ну, через матрицы или что? Не-не, просто через оператора и через значение оператора. Ну, в общем, получается, что, собственно, число по модулю в квадрате единиц, значит, это чистая фаза. Ну, а чистую фазу удобно представлять, в какие степени и на что-то вещественное. Ну, так, мы можем, мы могли просто без Б, просто от Сука вынести и всё. Ну, ладно, ладно, я... Сейчас, ну, уже давай, уже допишу эту штуку, просто. Максума, по ИТ и ИТ. Это определение унитарной матрицы. Отсюда модуль лямда. Ну, всё. А это можно представить в виде как раз, как Юра, правильно сказал, экспонента. И поэтому мы работаем именно с экспонентами. Ну, да, оператор трансляции, это тоже унитарный получается. Да, я не знаю, да, я этого не показал, но это тоже можно показать. Почему? Потому что, я не знаю, сейчас, да, ладно, уже раз мы всё показываем, то это тоже можно показать. Пусть, да, наверное, так уже имеет смысл показывать в таком ключе. Пусть наш оператор действует на X. Не, 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 всё, так не будем делать. Ну, можно и сейчас. Ну, вот у нас есть, у нас есть Е в степени и ИП. Если его Эрмитова сопрячут, П Эрмитов, а Ишка сопрячется. А, ну, и так, да, так проще, чем я. Я хотел просто это записать в бракет, показать через определение, что вот он, ну, да. Короче, это всё в том, что у нас оператор от трансляции, он унитарный, тоже у него будет эта тоже штучка выполняться, правильно? Ну, это аргументация про собственное число. Почему они получились по модулю равны единице? Ну, кстати, а мы раньше это где-то упоминали? Ну, точнее, по модулю в квадрат. Ну, да, и просто по модулю тоже. Я вроде бы давал задание, я не уверен, было ли такое задание в домашке или нет. Вот, честно, я мог забыть. Если забыл, то тогда прошу прощения. Я не помню просто, было ли это в домашке. Я вот реально не помню. Ну, отсюда понятно, почему унитарного оператора, типа, модуль собственных чисел, это единичка. Но, ну, короче говоря, а, кстати, а мы показали, что оператор трансляции унитарный? Или это, ну, типа, постулат, потому что... Не-не-не, ну, вот, это уже только что Юра объяснил, как это показать. Ну, просто сопрячь, у нас есть вид оператора трансляции. А, понятно, как я могу показать. Если, да, я понял, это явно может быть, просто явно. Мы просто его сопрягаем и потом действуем. Хорошо, а тогда еще одно условие, получается, что модуль от Е степени КБ единичка, да? Ну, да, да, это, ну, это, то, что это единичка, это... Почему модуль Е степени КБ это единичка? Это, может быть, просто это непонятно, почему модуль степени КБ равно единичка. У вас был ТФКЗ? А, нет, это понятно тоже. Ну, да, у вас был ТФКЗ. А, ну, тогда я не могу понять просто, в чем проблема. Леша, все окей? Ну, да, ну, только не разумею, навещу, пока еще. Ну, хорошо, да, просто все, окей, все есть. Мы все в деталях разобрали. Даша, ты тут еще? Да, я тут. Хорошо, все. Замечательно. Тогда возвращаемся к тому, что мы писали. Ну, окей. Да, тогда, собственно, вывод, который мы получили. Для собственной функции оператора трансляции выполняется следующее. Так, вам слышно, как сверли? Это просто вопрос. Нет. Нет, хорошо, потому что кто-то, потому что мы начали жестко сверлить на стенку. Окей. Х плюс Б, да? Да, равно Х плюс Б. Да, Х плюс Б. Вот. Собственно, наша теорема Блоха говорит о том, что если, коль так, мы уже знаем собственные функции, что эти собственные функции оператора трансляции это экспоненты, то мы можем записать нашу функцию в виде какой-то экспонента, есть в степени ИКХ. А, да, сейчас я сказал ИКХ на какую-то периодическую функцию. На У от Х, такую, что У от Х равно У от Х плюс Б. Потому что действие на экспоненты нам будет выдавать как раз-таки это необходимое собственное значение операторам трансляции, а У от Х должно быть просто периодическим, иначе не будет выполняться это равенство. И данная теорема, она ключевая для физики конденсированного состояния, это называется теорема Блоха. Там есть в степени минус ИКХ, да? Ну, здесь, да. Здесь. Ниже. Ну, здесь, правильно. Тут же. Тут минус. Ну, может быть, просто здесь. Сейчас. Нет, все правильно написано. Правильно. Тема. Плохо. Вот. Ну, и вопрос, зачем мы так уже столько времени потратили на эту штуку. Давайте тогда. Хорошо. Мы получили теорем Блоха. Следующее условие. То есть, у нас есть вот такой периодический потенциал. Вот. И какую модель это может отображать? Например, частично в поле каких-то атомов. Вот, решетки из атомов. Вот. Маленькие комментарии, что теорема Блоха, ну, не только для такого потенциала. А вообще это любого периодического. Да. Мы просто рассматриваем. Главное, что период такой же, да. Угу. Вот. Мы просто рассматриваем удобный периодический потенциал. Модель называется кроника Пеней. Вот. Он, потому что имеет достаточно простые решения. Вот. И решать эту модель проще всего. Вот. А так для любой периодической функции, которую мы можем задать, у нас будет выполняться тоже теорем Блоха. Можно просто? И тогда это совершенно получается, что оно совершенно не зависит никак от периода? То есть у нас все от Х равняется Е в степени ИКХ какой-то на какой-то Ю от Х. И период Б может быть совершенно любым? Ну, нет. Если у нас оператор трансляции, мы с чего начинали? ТБ. Но он коммутирует с Гамильтанианом. То есть период у нас тоже заданный. И функция наша У от Х, она периодична. Не-не, я понимаю. Я имею в виду, что у нас там сверху было типа ПСИ от Х равняется Е в степени минус ИКБ на ПСИ от Х плюс Б. И мы отсюда как-то перешли сразу к тому, что ПСИ от Х равняется Е в степени ИКХ на Ю от Х на какую-то любую. То есть здесь у нас в экспоненте пропала зависимость от Б типа от периода. Так это же собственное значение. Это собственное значение. То есть, давай я так запишу просто. Я просто подействовал оператором трансляции на ПСИ от Х, а потом результат, собственно, число перенес в другую сторону. И все. То есть это собственное число. То есть, что я тут написал, это ТБ от ПСИ от Х. ТБ на ПСИ от Х равно экспонента ИКБ. ИКБ ПСИ от Х равно ПСИ от Х плюс Б. Ну, это я понимаю, да. Это так мы получили верхнее, то, что ПСИ от Х. Да, а нижнее, почему оно выполняется? Потому что мы вот в предыдущем упражнении узнали, какие собственные значения и собственные функции оператора трансляции. То есть собственные функции оператора трансляции, они совпадают с собственными функциями импульса. Оператора импульса. Таким образом, мы можем расписать на нашу функцию в виде произведения собственной функции оператора импульса на какую-то периодическую функцию, чтобы выполнялось данное условие. А, а то у нас, собственно, если бы не ПСИ, это же будет собственная функция оператора импульса. Да, да, именно так. Потому что, ну, как мы это все получили, вот то, что мы здесь рассматривали. Вот. Хорошо. Так, оно, конечно, получилось немножко не структурировано. У меня вопрос, хотите ли вы перерыв или не хотите? Если не хотите, мы можем продолжить, потому что материала еще много, много. Как вам, нужен перерыв? Леша, Даша? Я думаю, да, крышки требуют. Ну, давайте, хорошо, тогда в 30, в половину второго пересечемся. Угу. Вот, еще раз, наша основная посылка заключается в том, что наш гамильтониан коммутирует с оператором трансляции. Если он не коммутирует, то в этом особо смысла нет никакого. То есть, теорема Буоха используется именно для, именно из вот этой вот посылки. Это самое важное, то есть без этого мы не будем уметь теорема Буоха. То есть, еще раз, если оператор трансляции коммутирует с гамильтонианом, то, во-первых, для собственной функции гамильтониана выполняется следующее свойство. Во-вторых, их можно представить в виде экспонента, экспонента, ну, ИКХ какой-то, умноженное на периодическую функцию. Это посылка и следствие терем Буоха. Да, и еще, ну, вот, опять же, может, это как-то непонятно только мне из-за какой-то несвязанности или что-то такое, но вот это именно Е в степени ИКХ вылезло, потому что это является нашим собственным значением для, точнее, не собственным значением, а вот собственной функцией для оператора импульса. Да, именно так. Ну, просто это собственная функция оператора импульса, поэтому мы можем просто расписать ее, как эту собственную функцию, умноженное на еще какую-то функцию, которая зависит от ИКСа. Ну, это же, ну, просто собственное значение оператора импульса, это просто какой-то П, да? А вот, собственно, это будет вот это вот... Это будет Е в степени ИКХ. Ну, да, 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 это будет в любом... Ну, смотри, у нас в любом случае собственные функции оператора трансляции и оператора импульса будут одинаковыми. Собственные функции. Собственные значения же будут, да, Е в степени ИКБ. Собственные функции будут одинаковыми. Вот. Из-за того, что у нас... И из-за нашего коммунтационного соотношения у нас есть условие, что у нас h ψ равно и ψ, и для той же ψ у нас t ψ равно t ψ. Так как мы знаем, что собственная функция оператора трансляции – это экспонента, мы просто ψ можем расписать как экспонента, я в степени икx, который будет давать нам собственные значения, на какую-то периодическую функцию, на которой, когда мы будем действовать оператором трансляции, с ней ничего происходить не будет. Но сама эта периодическая функция, ее еще нужно найти, потому что она собственная функция оператора Гамильтона. Вроде понятно, да. Ну и плюс, типа, если мы будем действовать вот этим, вот t у нас будет е в степени икб, то b можно занести под x, и у нас там это будет типа е в степени… Да-да-да, именно так, в этом и прикол как раз. Хорошо. Тогда дальше. На этом есть, поговорим про то, что, ну, в реальности-то у нас вообще кристаллы… То есть эта модель частично в поле большого количества атомов, в данном случае бесконечного количества атомов, но в реальности у нас не бывает бесконечных каких-то кристаллов, например, поэтому имеет смысл говорить о конечных кристаллах. То есть мы говорим, что эти атомы, они лежат в какой-то области L. И это L, это у нас равно… И это L у нас равно NB. Это N, нет, N большое, N большое на количество периодов. Ну и тогда у нас есть условие Бора Кармана, которое звучит вот так. Ф от нуля равно… Пси от нуля равно Пси от NB. То есть что это значит? По факту, мы нашу систему, вот этот бесконечный потенциал сейчас… Мы его замыкаем в такой круг в нуле и на L. Это отдельные ограниченные условия, чтобы учитывать конечность кристаллов. Мы замыкаем в круг нашу систему. Понятно, что имеется в виду? В круг, в смысле типа… В кольцо. Ладно, боже мой. В кольцо. Мы замыкаем это в кольцо. Я сейчас… То есть у нас вот здесь волновая функция и здесь она одинаковая. Вот тут и тут. Если… Оно периодичное будет только на каком-то отрезке, а в остальном… Точнее, скажем так, оно будет периодичным на этом отрезке, а в остальных значениях она у нас там будет принимать какой-то… Ну вот смотри, у нас здесь есть периодичность потенциала. Вот. И мы добавляем к этой периодичности потенциала, чтобы учесть конечность. Равенство волновой функции в нуле и равенство волновой функции в точке L. Окей. Вот. Это условие убора Кармана. Оно… Оно не нужно… Его не нужно использовать для вывода теремоблоха, но его нужно использовать для… Ну, если мы рассматриваем какие-то более-менее реалистичные системы. Ну и давайте посмотрим, что она нам даст. Подействуем n раз… Оператором… Подействуем n раз… Ну еще маленький комментарий, что можно не ноль писать, а x. Ну да, 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 да. Это более… Более что-то… Более глобально, да, имеет смысл написать… Можно написать с x. x плюс nb Равное… Равное… Пси от x. Условие Бора Кармана. Вот. Ну, хорошо. Тогда подействуем n раз… Нашу волновую функцию… Пси… От x… Это будет из… Ну, tb. Это будет по… Из этого граничного условия просто… Пси от x. И это будет… e в степени… И… К… … И… … … И… … … … … … … … … ИКНБ на Пси от х. Отсюда сразу и условие, что я в степени ИКНБ. ИКНБ. Это у нас единичка. Отсюда можно найти К. Чему равно К? Кто скажет, чему равно К? Кстати, вопрос. А почему у нас Пси от х плюс НБ должно равняться Пси от х? А, хотя... Ну да, подожди. У нас же это должно выполняться только на этом отрезке L. А за ним, если мы выберем... По сути, L равно НБ. То есть, если мы выберем х на этом отрезке L, то мы можем за него выскочить. Не-не, мы его замкнули в кольцо. Ну, это условие значит, что у нас все на окружности, да? Да. Если вы пройдете целую окружность, то вы попадете в ту же точку. А, ну, сейчас, просто... Хорошо, с точки зрения окружности это понятно, наверное, но вот с точки зрения, как это на графике... То есть, мы же там вроде... График у нас выглядел так, что у нас за... Ну, то есть, только все. Во-во-во-во, видишь? То есть, у нас от нуля до L, а за нулем L у нас вот какое-то константное значение будет. Ты видишь? То есть, у нас... А, окей. Ну, я думаю, что это... Я график этот взял из какой-то, то ли, статейки, или из... Ну, я реально не особо знаю, что значит это константное значение за графиком. Ну, подожди, а тогда, если мы его замкнули в кольцо, разве это не то же самое, что сделать его бесконечно периодично? Ну, у нас просто кольцо... Нет, бесконечная периодичность... В чем разница? Бесконечная периодичность... Мы можем разместить эти потенциалы вот вдоль какого-то кольца. Вдоль окружности. Ну, бесконечная периодичность получится, если вы L большое, бесконечность увеличите. Ну, пока будем держать L конечным. То есть, грубо говоря, мы формально не... Ну, просто, скажем так, если рассматривать X как, ну, типа, числовую прямую, скажем так, как для функции, то если мы выберем X вот на отрезке 0L, если мы добавим к нему L, то он выскочит за этот отрезок и попадет туда, где потенциал будет принимать конечное значение. А в нашем случае мы, типа, замыкаем отрезок 0L, и операция X плюс L будет означать, типа, условно говоря... Вот это и будет обозначать. Будет обозначать, типа, по модулю L. Ну, скажем так, у нас координата... Можно быть, типа, куда-то угодно, куда угодно выходить, но волновая функция, на нее есть вот такое ограничение. То есть, короче, это типа... Ну, то есть, по сути, когда мы добавляем все от X плюс L, как операция у нас будет обозначать, типа... Вообще, операция плюс в данном случае будет, типа, работать с модулем, по сути, да? По модулю L. Ну, то есть, если мы выходим... Ну, понимаете, о чем я? Да, да. Ну, короче, ладно. Просто немножко запутанно чуть-чуть. Получилось. Так, хорошо. Значит, тут все понятно. Леша записал правильно. Это наше значение K. Давайте его, кстати, будем обозначать просто... Ну, это как Kappa для удобства. Kappa. Ну, и... Так, все, хорошо. Таким образом, мы получили, что наши граничные условия теперь выглядят следующим образом. Е в степени минус и Kappa... Минус и Kappa B. Си от X плюс B. То есть, у нас есть значение... Теперь у нас есть значение Kappa. По крайней мере. И тогда можно последнее уточнение? Да. Когда мы замкнули, мы можем сказать вот так? Да. Ну, ну как, я не уверен... Типа мы прошли весь L, ну, как по кольцу, то есть мы прошли... Ну, мы же замкнули... Мы прошли весь L и вернулись в нее уже. Мы же это сделали не для координат. Мы же сделали это для волновых функций. То есть, координаты у нас идут... Ну, это, как знаешь, синус, это у нас периодическая функция, но координаты-то изменяются от бесконечности до бесконечности, но ее значение периодично. То же самое, мы поставили периодичные ограниченные условия на волновую функцию. Все оборок кармана, дополнительные условия, чтобы сказать, что у нас сам по себе кристалл, он конечен. Вот. Но на координату, на саму координату это, ну, не повлияет никак. Она изменяется от минус бесконечности до бесконечности. Ну, в общем, можно считать, что мы на окружности, и тогда X плюс L будет эквивалент на X, да. Ну, это, ну, можно считать так, но по факту, если мы решаем, как бы просто у нас... Ну, если это все живет на окружности, то тогда условия Борна-Кармана, ну, становятся чем-то более естественными. Если не говорить так, то... Если нельзя так говорить, то, получается, у нас совершенно нету разницы между бесконечно-периодичной и конечно-периодичной. Потому что, вот как ты сказал, для синуса, если взять тот же синус, он же, ну, как бы... Ну, бесконечно. Когда будет бесконечная периодичность, то тогда будет... Ну, импульс не будет квантоваться, там будет непрерывное значение. Еще раз, бесконечно-периодичный получается, когда L в бесконечность, если устремить, ну, или N большой, если в бесконечность устремить, то тогда получится бесконечный кристалл. Вот, и как видно из нашего условия квантования на импульс, то получится непрерывное значение импульса. Хорошо, такой вопрос. А у нас что будет периодом? L? Периодом будет B. Нет, сейчас, периодом потенциала будет B. Ну, если мы рассматриваем, если мы рассматриваем кольцо, то у нас вот действительно такая штука выполняется, да. Но мы можем рассматривать и не кольцо, но просто не на кольце у нас будет вот такое условие, координаты будут меняться. Мы просто, ну, да, мы будем иметь по факту какую-то бесконечную систему, но по координатам, но сама волновая функция, она будет замкнута, просто она будет повторяться все время, повторяться, 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 повторяться. Это разве не то же самое, что бесконечно-периодично, если мы имеем... Нет, это не то же самое, потому что у нас, если мы имеем бесконечно-периодичный потенциал, у нас не будет замкнутности. То есть вот эта система, она будет копироваться, она будет повторяться вперед-вперед-вперед от нуля до L. Я понял, Даша, девчонки. Я понял. Можно я попробую сформулировать? И если я прав, то просто смотри. В прошлом случае у нас потенциал был бесконечно периодичным, но при этом в каждом значении вот Psi у нас, ну, короче, на бесконечности там даже, не на бесконечности, короче говоря, у нас волновая функция периодична не была, а здесь у нас с периодом L будет просто повторяться сама волновая функция. Да, именно так. Да, ты прав абсолютно, у нас не было периодичности волновой функции, мы ее добавили как раз, вот данным условием. Это как раз-таки периодичные, ограниченные условия, которые мы добавили. Дальше, раньше у нас был только периодичный потенциал. Все круто, все абсолютно правильно. Хорошо, мы получили все, что нужно для решения этой задачи. Осталось ее всего лишь решить. Хорошо, тогда давайте рассмотрим, смотрим на наш потенциал, мы имеем здесь, ну да, сейчас я еще раз нарисую. Ну и так далее. Мы имеем область 1, область 2, область 3. Как и в прошлый раз, мы должны записать решение в трех областях. Давайте кто-то это сделает. Влад, Леша, Даша, кто-нибудь хочет записать решение в трех областях. А мы на функцию U не будем писать уровня? Не, не, окей. А U у нас вообще любой просто периодичный потенциал с периодом B, да? Не потенциал, функция. О, да, это потенциал. Функция U, это функция U. Но мы сейчас именно не будем рассматривать отдельно функцию U, мы будем сразу решать уравнение для функции ПСИ. Так, кто-нибудь запишите тогда. Я могу вам тоже помочь с записью, вы будете помогать мне. Давайте я буду писать первый. в первой области все равно A и E в степени ИКХ. А и E в степени минус ИКХ. Ну ладно, если сюда, значит, я тоже сам запишу. А2 E в степени и без И, просто какое-то КПХ. КПХ СБ2 E в степени КПХ где КПХ минус КПХ где КПХ это так, а все следят за тем, что происходит КПХ 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 минус минус я а мыра и надо уточнить что мы рассматриваем энергию меньше но аж а это у нас нас хибаты b армитовый унитарный 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 если он унитарный это тоже можно его разложить по базису и тогда проблемы с диагоналида с общей диагонализации собственных собственными функциями у нас не будет коммутирование оператора гамильтониана с оператором трансляции нам все равно даст один и тот же набор собственных функций за счет того что tb а нормальный оператор то есть это унитарный за как следствие нормальный следствие можно тоже диагонализовать по базе соответственно татья рема который мы доказывали двух унитарных операторов ой двух армитовых операторов она будет вообще работать для двух нормальных операторов для двух унитарных для армитового унитарного и так далее не обязательно что tb у нас рамитов он не рамитов это ответ удовлетворяет тебя удовлетворяет окей значит значит да ну окей хорошо так можно значит хорошо хорошо вот мы записали у нас есть решение в трех областях и что мы делаем дальше у нас во первых есть условия ошибки как и в прошлой задачи это условия равенства первых производных тут в этой точке не функции первой производной и тут но у нас тогда получается четыре уравнения 6 непеременных этого них ну чего-то не хватает сейчас у нас есть условия там сейчас все 1 2 3 условия ошибки как прошлый раз все один от а равно все два все два то аналогичная штука с производными можете помочь мне записать их просто эти условия быстрее ну внизу для других функций запишите в свой ошибки тоже так а я тоже тогда он помогу а так хорошо отлично так что это такое не вот это не так не совсем работает неправильно потому что у нас мы рассматриваем наш потенциал периодичный и соответственно эти области повторяются решение повторяться вот поэтому мы рассматриваем точке а и точке б вот лёша записал правильно вот и нам и у нас есть четыре уравнения 6 переменных ну это не это еще и это конечно не круто вообще но нас спасает тем бог который мы получили то есть у нас есть утверждение что 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 1 от икса это и степени минус и капа здесь очень важно здесь я пишу здесь капа а не к капа б б а и а и идет до минус бесконечность 0 2 2 1 1 область от нуля до а 2 2 область от а до б 3 область от б до б плюс а нет нет минус бесконечности именно от нуля тогда смотрим что у нас получается у нас раз два три четыре пять уравнений 6 переменных а ну еще есть условия нормировки еще есть условия нормировки вот вот и вроде все окей вроде все почти отлично единственное что мы можем сделать для нашего удобства давайте просто так как мы не хотим пока что вообще трогать условия нормировки который даст нам последний коэффициент а хотим базиться только с системой линейных проявлений имеет смысл сделать такое обозначение имеет смысл поделить все константы на а1 вот мы делим все константы просто на на а сейчас сейчас может быть не али может быть это не нужно делать не это не в данном случае это делать не надо а мы не можем записать там 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 вот мы их раз записали терема блохо да да терема блохо блок а там 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 а там а там 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 в файлики потому что в любом случае решение там неприятное и как бы определенные аспекты этого решения типа взятие определителя я расписывать бы не стал вот как как бы вы как бы вам хотелось вручную все это проделать или посмотреть вот сейчас поставили как это выглядит думаю можно сейчас посмотреть на ответ а потом мы можем свое время попробовать сделать сделать что-то если не выйдет то можем завтра его проделать да замечательно хорошо таким образом вот мы вот у нас есть мы получаем нашу вот систему уравнений на коэффициенты мы используем условия используя условия Борна Кармана ой используя терема Блоха наш получаем два условия на коэффициенты ну тут да там там не нужно брать производную здесь я все-таки здесь неправду сказал здесь будет просто эта штука вот тогда мы будем использовать терема Блоха в данном случае сейчас ну давайте запишем все-таки это условия поподробней у нас есть первое это а1 е степени икx е степени икx плюс плюс ой позже с сетей это я распишу быстро все-таки чтобы понять откуда мы взяли еще два уравнения икx икx плюс Б2 е степени и минус екx е это равно сейчас а ой п1 здесь по 1 а3 есть степени и к минус капа а не не кажется а и тут уже надо подставить условия что это у нас происходит в точке не пока что все окей все-все-все окей и к x минус и капа b плюс b3 есть степени минус и к x минус и капа b вот и просто из того что у нас экспоненты это линейно независимые есть степени и к x е степени минус x и к x это линейно независимые функции мы просто можем приравнять коэффициент 1 а3 на есть степени минус и капа b и bb1 это b3 есть степени и в степени минус и и капа b то есть никаких производных там не надо брать все очень красиво и вот у нас как раз получаются такие условия здесь я так записал сейчас секунду понятно почему к саленину скажу туплю секунду а боже конечно все я понял я все понял но же я неправильно записал терем бог здесь все и тогда а здесь у нас x плюс b x плюс b у нас здесь x плюс b и и тогда у нас эти условия запишется именно в таком виде все хорошо таким образом мы имеем так всем всем понимают что здесь происходит давайте уже быстро заканчивать эту штуку таким образом мы использователем бога связали эти коэффициенты таким образом у нас есть четыре условия шрифте мы получаем 4 и в итоге у нас получается 4 уровень однородных уравнений линейных однородных уравнений с четырьмя неизвестными коэффициентами опять же для того чтобы эти 4 чтобы эта система уравнений имела решение определитель данной системы должен быть равен нулю он выглядит вот так это не очень не самая приятная штука которой можно брать поэтому если кто-то у кого-то есть какие-то самая наклонность их самобичевание он может взять вот ну а можно в принципе впихнуть вольфрам и он вольфрам его тоже возьмет и упростит на узера это что за слово насморк а это типа точно то точно то укачивание да вот и таким образом мы получаем мы получаем следующее уравнение вот взяв этот определитель мы получаем уравнение на наш спектр который связывает энергию то есть наш который связывает энергию и импульс то есть энергия у нас заложена здесь в определении к и энергия заложена в определении вот в определении вот мы тут обозначили как альфа а здесь мы это обозначили как альфа и решая это уравнение мы получаем значение спектра энергии вот я здесь взял какие-то какие-то исход эксперимента параметры и получил что спектр данной системы выглядит подобным образом но этот спектр зависит при разных при разных количествах n вот это такие три ветки вот и увеличивая увеличивая n у нас данный спектр становится все более более непрерывным вот при n например равно 100 эти точки они уже как-то незаметно да но получилось сумбурно потому что у нас нехватка времени такая ну то есть очень много останавливается тереми бог поэтому если тут наверное много чего было непонятно я могу завтра дорассказывать более подробно что здесь произошло а могу скинуть этот файл вы это сами разберете я думаю можно попробовать самим решить можно это спокойно самим решается потому что мы уже дошли до момента когда у нас имеется система система просто линейных уравнений вот то есть это в принципе можно решить и самим если у вас есть желание вот ну и тут с определителем тоже как вы хотите по физике какие-то слова можно говорить зонную структуру да ну да по факту мы впервые получаем во первых при н устремленных бесконечности бесконечно атомов вот у нас получается какое-то вырождение но это не важно дело в том что у нас энергия энергия могут у нас есть запрещенные зоны энергии частицы как бы как бы сейчас сказать у нас есть появляются такие уровни энергии которые частицы занимать не может вот это как раз таки запрещенные зоны и вот модель кроника пени это та модель в которой эти запрещенные зоны впервые появляются вот это как раз зона между вот данными энергетическими уровнями промежутки такие но при этом я честно я не могу сказать что с точки зрения физики значит сами три вот этих энергетических уровня касательно этого я это сам не особо понимаю как как это интерпретировать само наличие трех уровней различных вот может юра подскажешь типа что это может значить ну я думаю это зависит от ну да но она зависит на что значит сам сам само наличие нас трех полосочек почему у нас именно три мне кажется если повыше сделать потенциал то будет больше полосочек ну нет может да может и больше да но это нужно посмотреть скорее всего больше нужно это вот тоже можно как раз вот это решить это уровне нечислено но я его решал там вот вами вот и поменять параметры потенциал и посмотреть как он будет меняться с высотой потенциала вот в общем да вопросов много у меня есть небольшое чувство кстати вот была домашняя задача на сегодня там про просто потенциальную яму конечно высоты там ну там был вообще вопрос сколько сколько дискретных уровней или нет ну в той задачи да то есть ну здесь будет похожая ситуация ну чуть сложнее из-за громоздкости в той задачи по моему можно разобраться вот в той где было что-то в первой и третьей области потенциал равен v а во второй области равен нулю и там задача была найти энергии да 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 дискретный спектр вот интересно сколько их когда стенки бесконечные то и уровней дискретного спектра тоже бесконечно много ну а вот когда стенки конечной высоты то вот вопрос сколько их там это кто-то исследовал или нет ну из тех кто решал когда стенки бесконечные не не когда конечно что домашка было окрас это то что решить такую систему и посчитать сколько у нас данной теме вмещается энергетических уровней оно конечное и какое количество уровней помещается в яме вот вопрос стоит такой вот ну короче это можно исследовать можно это еще и завтра обсудить если кто-то это тоже исследует например этой задачи понятно условия давайте я могу его набрать еще я в отече просто скину домашку они доделать модель кроника пени вот я скинул уже с решением я скину этот файл где оно решено и задачка будет делать и еще напишу вот эту задачу с условием посчитать количество количество возможных энергетических уровней в системе с конечным потенциалом вот хорошо тогда мы уже затянули чуть на 10 минут вот у меня есть мучает совесть что мы эту задачу не добили но зато надеюсь что вы поняли что такое тюрема боха по крайней мере это тоже достаточно важный результат вот как-то так один вопрос только вот это один вот это вот записано для один да это один это б один это б один тоже да а почему тут нужно может на есть степень и к икс у нас же вроде и кб и кб сокращается нет вот тут нет а почему у нас вот граничное условие вот она вот они граничные это условия это условие из теорема блока вот но мы буквально подставляем сюда это условие и к икс мы буквально его подставляем правильно да и к икс и минусы к икс они линейно независимы соответственно коэффициенты при них мы можем приравнять просто а два равно у нас здесь есть и к икс и и к по вот из будет алька в штрих а тут и капа вот делан это акцент что здесь именно капа потому что вот данный волновой вектор капа в тюрьме плохо он не равен вон у которой вот к это два разных волновых вектора дополнял вот все понимают что делать дома хорошо я я скину еще файлик с домашкой сейчас все мы тогда чуть-чуть задержались и завтра еще обсудим а что кого-то вопросы появится все все что мы вот здесь проговорили и перейдем к финалу это гармоническому осциллятору вот мы на этом и на гармоническом осцилляторе наверное мы закончим интенсив коля передала что он его занятие начинается в 30 минут третьего вот как себя то есть перерыв еще 15 минут хорошо все тогда всем пока пока